Это еще не конец, уверен перевозчик скорожила ГАЗ-Транс. С сегодняшнего утра он вновь разводит три маршрута 33, 77 и 121. Он обошел в конкурсе компанию Транслайн, работавшую на этих направлениях с марта. Тем не менее, победитель не считает это точкой в истории. Как нам сказали на словах, пока еще тоже этой информации нет, что выдано это все только до момента получения Транслайн-лицензии. Здесь нам совершенно непонятно. Если у Транслайна истекла лицензия и комитет, для комитета наступили обстоятельства форс-мажорные, он выставляет извещение, проводит конкурс по сути своей и определяет победителя, то почему победителя выдают под каким-то условием. По федеральному закону до 29 июня предприятия должны были заменить лицензии на пассажироперевозку. Но у Транслайна возникли проблемы. Ему в этом отказали из-за недостоверной информации. О чем идет речь, не ясно. Возможно, что на конкурсный осмотр в марте фирма пригнала машины других маршрутов Барнаула и даже Бийска. Или что в штате фирмы единицы, а десятки водителей официально нетрудоустроены. Чтобы сегодня три маршрута не встали, город вынужденно провел новый конкурс. По результатам осмотра АГАС Транс набрал 43,78 балла. ИП Матусовича 43,50. Перевес по баллам за счет лучших качественных характеристик транспорта, предлагаемого АГАС Трансом для обслуживания маршрутов. И это уже четвертый конкурс за год. АГАС Транс, который обслуживал три маршрута больше 10 лет, проиграл процедуру прошлой осенью и с тех пор распаривает это решение. На стороне перевозчика УФАС и суд, причем последний, наложил обеспечительные меры на свидетельство Транслайна, то есть запретил ему работать на маршрутах. Но городской комитет с этим не согласен и выдает фирме временные свидетельства. Между тем именно суд определит, законна ли первоначальная победа Транслайна прошлой осенью. А пока на дороге к городу вернулись автобусы АГАСа, а на работу сотни сотрудников. На сегодняшний день получилось так, что уволила за весь этот период всего трех человек. На какой срок АГАС Транс вернулся на маршруты, в мэрии нам не ответили. Но в компании уверены, что это не последний конкурс. Как минимум еще один пройдет после завершения суда. Чехарда со смены перевозчиков может продлиться до января. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком.